Добрый день! Итак, мы приехали с Люсей в Prudential Center для того, чтобы на 52 этаже поужинать и посмотреть с этой высоты на город, который на меня произвел неизгладимое впечатление. И случилось необычное для сервиса в Америке. Мы заранее заказали столик, потому что попасть туда, тем более, что мы ходили в пятницу, по-моему, или в субботу, когда самые загруженные вечера. Везде вообще в ресторанах, в тайких особенно. Мы заказали столик заранее, но когда мы пришли, нас не провели к столику, а предложили подождать нашего третьего члена нашей компании, чего никогда в Америке не бывает. Люся возмутилась, сказала, Галя, тебе следует пойти и непременно потребовать, чтобы нас посадили. А я привыкла воспринимать все так, что все, что не делается, все делается к лучшему. И для этого должна быть какая-то причина. И причина на самом деле была. Потому что я поводила глазами, и для меня было очень необходимо посмотреть на город со всех сторон этого ресторана. И вдруг я вижу табличку. Это не обзорная площадь, это ресторан. Обзорная площадь расположена на 50 этаже. Я оставляю Люсю и спускаюсь вниз на 50 этаж. И на самом деле я там нахожу Skywalk-обзерваторию, которая была создана специально для того, чтобы люди могли прийти и наслаждаться именно видом Бостона вот с этой специально подготовленной площадки. Я уже сказала и сейчас повторюсь еще раз, что на сегодняшний день в Бостоне эта площадка является самой высокой в городе, откуда простой смертный может наблюдать Бостон со всех сторон. С 50 этажа. То есть билет стоит буквально 17, по-моему, долларов для взрослого человека. Вы можете утром билет купить и хоть 5, хоть 10 раз еще в течение дня по этому же билету заходить. Нельзя только на следующий день к ним прийти. Он не на 24 часа, а на тот день, когда вы этот билет купили. Наших зрителей уже заинтересовал момент, когда я показывала на фоне всего, что я сняла. Я уже записала письмо. Я показывала участочек, когда с двух портретов люди говорят. Но я на фоне записывала письмо, поэтому сейчас я вам сохраняю эти голоса. Обратите внимание, какой жуткий акцент они смогли записать. Европейцев, переселенцев из Старого Света. И один из них жалуется, что вот он привез-то всего ничего, а второй ему спикул. Говорит, господи, о чем ты сожалеешь? Я вообще приехала только в том, что на мне одета. То есть американцы, им свойственно всегда подчеркнуть, везде, где только возможно, что это страна иммигрантов, что все мы, переселенцы, независимо, приехала ли я сюда 10 лет назад, или кто-то приехал еще самым первым майфлауэль. Даже не важно, самое главное, что мы все иммигранты. Слушайте и наслаждайтесь. ПОДПИШИСЬ! I came here with nothing but the clothes on me back and a bit of Irish Irish grit I didn't so much pack up and leave me country as I was escaping the oppression We left him we came here we left the arms of one pro where we came right to the arms of another Always complaining What, you don't think that in my country there are problems Every, every month Субтитры делал DimaTorzok А сегодня самый лучший день. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.